Личный неприязнь к Саакашвили продолжает мучить Путина и принимает странные формы. Саакашвили уже 17 месяцев в грузинской тюрьме, но Путин продолжает наблюдать за своим врагом, просматривая видеозаписи из места заключения Саакашвили. Путин с удовольствием просматривает подобные записи не только с заключенными топ-оппозиционерами в России, исключительно мужчины, но и с Михаилом Саакашвили, находящимся под арестом в Грузии. Доподлинно известно, что нынешнее руководство Грузии передает подобные записи через неформальные каналы российской стороне. При этом то, что видит Путин, должно его радовать. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стремительно ухудшается. Об этом заявила его лечащий врач Тамара Доварашвили. У пациента ниже нормы вес и масса тела, общая слабость, боль в суставах. В настоящее время он в лежачем положении. Бывший политик сейчас весит лишь 67 килограмм. Следующим шагом для него может стать отделение интенсивной терапии. Ранее оппозиция заявляла, что в анализах Саакашвили обнаружены соли тяжелых металлов. То есть третьего президента Грузии фактически травят, медленно сживая сосвету. На самом деле Михаила Саакашвили отравлен. Есть заключение международных медиков, которые смогли его экзаменировать, которые смогли провести анализы, и Михаила Саакашвили отравлен. Поэтому то, что мы видели на кадрах, то, что нам показали, это было на самом деле страшное зрелище, потому что мы наблюдаем за последний год хронику смерти третьего президента. В отличие от руководства Грузии, которое зависит от России, грузины хотят, чтобы Михаил жил. 20 февраля в Грузии перед зданием правительства пошел митинг в поддержку Саакашвили. Выступающие потребовали свободы для Михаила и отставки грузинского правительства, а также обвинили руководство правящей партии Джорджи Андрим в работе на Кремль и в обслуживании интересов Российской Федерации. Я за свободу Михаила Саакашвили. К нему относятся по-разному, но мы сейчас не должны делить людей по каким-то категориям. Главное – это противостояние России. Любой человек, кто захвачен русскими, будь то бывший президент или ребенок Украины, он должен быть освобожден. Я прошу всех бороться за свою свободу. В защиту Саакашвили выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, у Михаила украинское гражданство. То, что сейчас происходит с Михаилом – это издевательство. Это не прибавляет Грузии популярности. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Саакашвили в одну из клиник Украины, другой – европейской страны, Америки. Поляки также готовы принять экс-президента Грузии на лечение. Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложение грузинскому правительству, чтобы Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше. «Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим», сказал польский премьер. Сами грузины, вышедшие на улицу поддержать Михаил, говорят, если Саакашвили умрет в Грузии в заточении, это будет удар по всей республике. «У меня акция в поддержку Саакашвили. Мы пришли сюда, чтобы показать, что его не надо убивать, чтобы поддержать Мишу. И смерть Миши обходит как смерть Кургуси. И это будет огромное бедно о моей стране». После митинга у здания правительства протестующие прошли к офису правящей партии «Georgian Dream» и объявили акцию протеста бессрочной. Так, свобода и жизнь одного грузина стали символом свободы целой нации.